Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам Торы на основе бесед любавического Ребе. Наша недельная глава называется Ре-Э, и сиха беседы Ребе называется «По дороге месяца Элул мы получаем силы». Итак, на этой неделе мы вступаем в месяц Элул. На самом деле, Рош-Ходэш приходится на субботу и воскресенье. Это период милости и расположения к нам со стороны Творца. Это месяц, когда Всевышний приближается к каждому человеку и дарует ему необыкновенные силы, сказанное в Ликутей Тара на недельную главу Дворим. Известно, что в недельных главах есть намеки на время, в которое их читают. Так что, если эту главу мы читаем в районе начала Эллула, значит в ней объясняется суть месяца Эллу. Глава начинается стихом. «Смотри, сегодня я дарую тебе благословение и проклятие». Если внимательно изучить эти слова, можно увидеть, что каждая из них несет в себе намек на особую духовную работу, которую мы должны делать в эти дни. И на помощь свыше данную нам для этого. Первое слово «Смотри». Всевышний говорит еврею, ты должен посмотреть, увидеть. Зрение отличается от слуха тем, что оно утверждает факты абсолютным образом. Человек, который увидел что-то, допустим, человек, не видевший никогда самолет, ему можно рассказывать, он может слышать, как он выглядит, но когда он видит самолет в небе, то это оставит неизгладимое впечатление. Так вот, если человек что-то услышал, он может сомневаться, колебаться, но если он видит собственными глазами, он совершенно уверен в правильности увиденного. Служить Всевышнему нужно так, как смотреть. Идти за ним с абсолютной решимостью, как будто мы видим его своими глазами. Ну как можно достигнуть такого высокого уровня решимости и истинного упования на Него, на Всевышнего? Ведь нам, простым смертным, живущим в этом материальном мире, тяжело достичь такой ступени видения. Но это Творец говорит нам. Я, Анохи. Это слово относится к самой сути Всевышнего, к нему самому, к тому, которого нельзя называть никаким именем, которому нельзя дать никакое определение. Анохи, Миши Анохи. Я это я. Когда сам Анохи дает нам силы, мы можем достичь такого уровня служения, когда уже будем видеть. И еще, в связи с нашей индейной главой, важно понять то, что Всевышний дает нам свободу выбора. Он дает нам выбрать добро и отвергнуть зло. Зло по своей сути, которое иногда встречается на нашем пути, и которое мы воспринимаем, может быть, так оно тоже на самом деле добро Всевышнего, просто замаскированное. И кроме того, зло дает нам возможность выбрать добро, дает нам свободу выбора. Когда мы понимаем, что все в этом мире от Всевышнего. И когда мы понимаем, что мы можем выбрать из того, что мы видим в этом мире, то зло воспринимается нами так же по-другому. Мы его просто отодвигаем и выбираем добро. Тем самым идем по пути Всевышнего, исполняя Его волю. Замечательная новая неделя, благословенного месяца Иллу, месяца подготовки к Новому году, Кроша Шана, Йом Кипуру. И пусть этот месяц пройдет плодотворно, чтобы мы использовали эту близость к Всевышнему, которую Он нам предоставляет, чтобы очиститься, приблизиться к Нему, укрепить с Ним свои связи, свои узы и приблизиться, подойти к Роша Шана, к Новому году, получив сладкий, благополучный и благословенный Новый год.